А я сегодня испеку рогалики с черникою, какие любишь ты. Но если Dungeon Reds, считать DLC Cage of Decadence тогда вполне нормальная игра. В стиме большинство оценок положительные по той же причине, в крыс играли в основном те, кто играл в эпоху упадка. Интересная статистика ачивок в стиме. Четверть игроков не прошла даже начало игры, треть игроков прошла начало игры, 16% прошли половину игры и меньше 10% прошли игру полностью. О чем игра? Вы начинаете в подземной тюрьме обычным зэкам и должны выбраться из подземелий на свободу. В крысах, в отличии от Age of Decadence, нет вариативности прохождения, нет квестов, все строится только на боях. Вы идете по коридору, натыкаетесь на врагов, читаете описание ситуации и начинается бой. Если враги-люди, вначале будет примитивный диалог в стиле «Раб, становись на колени и соси мой хуй», а вы отвечаете «Нет, я сам тебя выебу» и начинается драка. Если вы думаете, что я утрирую, нет, качество диалогов именно такое. В игре нет сюжета, есть пародия на сюжет. Некоторые могут сказать, что сюжет крыс дополняет сюжет эпохи упадка. Нет, сюжет написан на коленке. Dungeon Reds это чистая линейная тактика, при том мой самый нелюбимый вид тактики, где вы абсолютно зарегулированы и ограничены в ресурсах. Например, в Fallout Tactics после первой миссии вы могли бродить по пустошам, наформить себе уровень и шмотки, могли закупиться в бункере, выполнять простенькие квесты типа «Найди очки» или «Прототип оружия», выстраивать отношения с фракциями и увеличивать количество и качество наемников. Могли прокачать воровство и ограбить медика, а потом еще вернуться в предыдущие бункеры и там тоже обворовать медика. Украсть у генерала Барнаки пулемет. Первая часть Blackguards тоже была построена на тактических боях, но у вас были побочные квесты, где вы могли подкачаться и наформить шмот. В Age of Decadence вы могли пройти игру вообще без боев или некоторые бои избежать или пройти позже. В Dungeon Reds вы можете пропустить пару боев и идти дальше по сюжету, но это невыгодно, потому что вы теряете экспу. В Крысах все очень забалансировано и если вы сделали ошибку в менеджменте ресурсов или прокачке, вы можете застрять на каком-то стаке врагов и на этом ваше прохождение закончится. У меня было так во время первого прохождения. Первый раз я начал проходить игру в одиночку на максимальной сложности. Дошел до Императора и застрял, потому что мне не хватило ресурсов и очков в прокачке. Я нашел на ютубе летсплей, где чувак проходил игру таким же билдом, как у меня. И оказалось, что у него где-то очков на 200 больше экспы, чем у меня. У него перед Императором было по 10 уклонения, копье, крафт, алхимия и ему не хватило одного очка экспы для десятки крита. У меня перед Императором было по 10 копье и уклонения, по 8 алхимия и крафт и криты 2. То есть разница больше 200 очков экспы и мне этих 200 очков не хватило, чтобы пройти. В последнем крупном патче, который вышел в 2016 году, 3 года назад, поменяли механику интеллекта. Раньше она давала экспу в процентах, как в Age of Decadence, а теперь интеллект дает фиксированные дополнительные очки опыта за бой. Вначале я подумал, что это из-за нового интеллекта, но на практике вы получаете почти такое же количество опыта. В новом патче они поменяли еще и механику прокачки. Теперь каждый новый уровень навыка стоит дороже, чем раньше. И как раз появляется разница в 200 очков экспы. Сейчас намного выгоднее игру проходить партией, даже с учетом того, что экспа делится на весь отряд. Новая механика интеллекта с фиксированным количеством опыта дает вам экспы больше, чем в процентах раньше. И чем больше партия, тем лучше работает десятка интеллекта. Вы, конечно, можете сказать, что режим одиночки больше для челленджа. А я вам отвечу, ебал я в рот такие челленджи, когда одним патчем убивают соло прохождение и наоборот апают прохождение максимально большой партией. Для сравнения, партии из трех человек у меня уже есть два наемника с восьмеркой крафта и восьмеркой алхимии. У меня по 10 у вороты копье и шестерка крита. И это еще до роботов. А после императора у меня было 8 крита, а не 2 как при соло прохождении. То есть проходить партии намного выгоднее, чем в одиночку. По поводу рандомов. Мне написали комментарий, что рандомы решают только если воевать с защитой 20 против кинжальщика или мечника. И еще написали о пассфайндере. Только в пассфайндере ты не жалуешься на рандом, просто задрачиваешь циферки, а тут почему-то уверовал в рандом. Что я имею ввиду под рандомом? Когда вы начинаете бой и получаете 2 крита на все здоровье и сдыхаете, а потом загружаете этот же бой, делаете все то же самое и вообще не получаете урона, потому что кубик на вашей стороне. Или например, в начале боя первый муравей попадает по вам и травит, второй муравей попадает по марку и тоже травит. И с таким началом боя вы потеряете кучу хитпоинтов. А потом вы загружаетесь несколько раз и проходите весь бой вообще не потеряв здоровье. Это я называю рандомом. По поводу пассфайндера. В начале игры у многих горит жопа из-за рандомов, потому что у врагов завышенные статы плюс четверка за уровень сложности. И на последних уровнях сложности все сводится к куче перезагрузок из-за рандомов. Но как только вы получаете парочку уровней, появляются бафающие заклинания, находите шмотки и оружие с плюсами, рандом все меньше и меньше начинает влиять на игру, а потом вообще сводится почти к нулю. В пасскриптуме к гайду на джубиоста я показывал, как получить 20 точностей атакой касанием на пятом уровне. В гайде на дуэлянта я показывал, как получить защиту под 90 и враги будут по вам попадать только критами, но криты они подтвердить не смогут. Плюс у вас очень большой резерв для ошибок. И если кого-то ранят, его может вылечить священник прямо во время боя. И если кого-то убьют, его можно воскресить. В данжен Редс нет лечения во время боя и пара хуёвых бросков кубика, весь бой проигран. Каждый рандом слишком жестоко наказывает игрока. Я на ютубе нашел интересное видео с размышлениями о рандомах в данжен Редс, где автор подозревает разработчиков в жидомасонском заговоре против игрока. Это я говорю к тому, что тут же баланс меняется. Как только появляется сильный перевес в нашу сторону, генератор случайных чисел сразу начинает работать на электрониках. И пока у нас не упадет один или два человека, это будет продолжаться. Как только мы теряем человека, всё, у нас обратно возвращаются нормальные повреждения. Мы опять начинаем давить и бой вытягиваем. Поэтому игра и получила такой флёр, ауру, такую хардкорность. На самом деле она хардкорна не тем, что вот она так продумана с точки зрения боевой системы, а то, что эта боевая система абсолютно, не хочется говорить и лживая, но она очень некрасиво сделана. И сделана именно на то, чтобы игрока раздражать. И постоянно вот на этом чувстве раздражения подогревать вот эту ауру хардкорности. Типа она настолько вот продуманная и сложная, что в неё тяжело выиграть. На самом деле просто игра начинает мухлевать, как только игрок получает преимущество. Возможно в игре есть заговор против игрока, но... Я говорил о рандомах в обзоре на игру Age of Decadence. Например, у вас замакшено уклонение и у врагов шанс попадания 10%. 5 врагов по 2 атаки за ход. Из 10 атак 10% это одно попадание. 3 раунда, 3 попадания и этого уже достаточно, чтобы героя убить. Каждый раунд вы можете пропускать по одной атаке. Может быть не одной атаки в первом раунде и две во втором. А может быть все три атаки в первом раунде и смерть. А может быть так, что ни одного попадания за весь бой, потому что вероятность всего 10%. С учётом того, что бои затяжные, вероятность рандомов и попаданий по вам возрастает. И ситуация, когда вы вроде выиграли бой, а потом хуяки враг с одним хитпоинтом критует вас и убивает, выглядит как издевательство и заговор против игрока. Если бы игра действительно всегда помогала электроникам, тогда бы не было возможности кучи перезагрузок в надежде на хороший рандом и игру нельзя было бы пройти вообще. Хотя может быть действительно есть заговор масонов против человечества и Dungeon Reds оружие для убийства воли человечества перед завоеванием жидорептилоидами. В игре абсолютно уёбичный геймдизайн в отношении напарников. Можно конечно сказать, что разработчики чего-то не понимали или хотели как лучшее получилось как всегда, но нет. Они изначально так сбалансировали игру. Я нашёл старую статью о напарниках, некоторые параметры изменились, я её буду использовать для картинок. Харизма 4, 1 напарник, харизма 6, 2 напарника, харизма 8, 3 напарника. Зачем нужна девятка и десятка харизмы, непонятно. Последний напарник, которого вы найдёте, это демон. Для того, чтобы его взять в отряд, нужно 10 харизмы. То есть вы должны с самого начала игры взять 2 лишних очка харизмы. У демона все боевые характеристики и навыки по 10. У него 100 хитпоинтов. Вдвое или даже втрое больше, чем у всех ваших напарников. Он не лечится. Демон появляется в самом конце игры перед Императором и последней битвой, которая состоит из нескольких боёв подряд. Хорошее приобретение, но последнюю битву достаточно легко можно пройти партией из трёх человек. Предпоследний напарник робот. Чтобы его отремонтировать, нужен крафт 8. Крафт не обязательно должен быть у вас лично. Достаточно напарника с этим навыком. Характеристики и навыки у него хорошие, но он не лечится. То есть его можно мясом, точнее гайками бросить на врага и всё. Третий с конца Ингвар. Очень хороший напарник. Щитовик, 45 хитпоинтов, боевые навыки по 8. Но чтобы его взять в отряд, нужно 9 харизмы. То есть одно лишнее очко харизмы. Главная проблема, что он появляется очень поздно в середине игры. И если вы играете партией из трёх человек, с шестёркой харизмы вы его взять не сможете. Начало игры. Первый ваш напарник Марк. 50 хитпоинтов, молоток и уклонение по 5. 10 очков действия, вы сразу на старте получаете его в отряд. С ним можно пройти всю игру. Второй возможный напарник это Ардамир. Он будет во вражеской банде, с которой вам нужно биться. Если у вас есть 8 харизмы, он может присоединиться к отряду. То есть в партию из трёх человек его уже взять нельзя. Но если у вас есть 6 харизмы, вы можете сказать, Ардамир иди нахуй и он убежит из драки. По факту он хуёвый напарник. Вы конечно можете сказать, ты ничего не понимаешь, он клёвый напарник, я с ним прошёл всю игру. Главная проблема Ардамира, он хуже Роксаны. И самая большая проблема Ардамира, если вы берёте его в отряд, он будет объедать вас по экспе. И нужно потратить кучу опыта, чтобы докачать его до состояния Роксаны. А Роксана уже прокачана, и у неё вся эта экспа есть. Поэтому Ардамир идёт нахуй. Дальше идёт троица инвалидов. Кир, Силас и Квинт. Я назвал их инвалидами не потому, что у них плохо раскачаны статы, а потому что у каждого из них на 2 очка характеристик меньше, чем у нормальных героев. И также у каждого по 5 харизмы, а наёмнику достаточно 4. То есть суммарно у каждого на 3 очка характеристик меньше. У Кира и Силаса нет защитных навыков, а у Квинта прокачан щит. Но у него 35 хитпоинтов, что для танка слишком мало. Единственное предназначение этой тройцы брать на тяжёлые бои и кидать мясом, чтобы они часть урона впитали и сдохли. И даже если они могут выжить в бою, вам придётся сделать так, чтобы они сдохли и не получили экспы. Жестоко, но больше ни для чего они не подходят. И ещё у них на старте по 20 очков экспы. То есть кому-то, например, Киру можно вкачать эту экспу в алхимию, чтобы собирать травы, потому что для сбора трав нужна трёшка алхимии. Следующий напарник Херон. У него молоток и арбалет прокачаны до 4, и ещё в последнем патче ему добавили четвёрку блока. Выберёте его в отряд третьим. Он постреливает из арбалета. Если Марк кого-то отправляет в нокдаун, Херон может даже стрелять артериальными выстрелами. Но боевые навыки вы ему качать не будете, а будете качать ремесло хотя бы до 8, а потом уберёте из отряда. И когда будете в лагере, он будет вам крафтить вещи, иногда вы будете брать его в отряд, чтобы открыть сундук или починить робота. На этом его приключения заканчиваются. Если вы нажимаете на какого-то героя, считается, что он ведёт отряд, поэтому вы не сможете открывать сундуки, для которых нужен навык ремесла. Но если выделить Херона, он станет ведущим отряд и откроет сундук. Ну чё, подруга, пока ты висишь на кресте, как насчёт анала, орала и вагинала. Роксана идеальный напарник, потому что она единственная пизда в подземельях. Ещё она очень красивая, по той же причине, единственная пизда в подземельях. Она присоединяется к отряду, если вы её не убили до этого. И если её убить, тогда вы получите дополнительную экспу, что важно при одиночном прохождении. У неё 10 агилы и 12 очков действия, 9 восприятий, поэтому очень высокая точность. У неё по 6 метательное оружие, кинжал и арбалет, 4 крит и 8 уклонения. Обычно из неё качают арбалетщика, но если вы играете на предпоследние сложности, можно сделать даже кинжальщика. Характеристики похожи на Ардамира, но у неё все навыки уже вкачаны, в отличие от Ардамира. Берёте её в отряд после того, как Хероним докачает 8 ремесла. Следующий напарник Исмаил. Вы должны его спасти от Скорпионов. Если вы бросились ему на помощь и он выжил, вы можете взять его в отряд. Хорошие характеристики и навыки, но главная его фишка это 6 алхимии. Вы берёте его в отряд вместо Роксаны и докачиваете алхимию до 8. На этом его приключения заканчиваются и снова берёте в отряд Роксану, которая будет в отряде до конца игры. Иногда вы будете его брать в отряд, чтобы пособирать растения и снова возвращать Роксану. Как вы видите, громадное количество напарников 11, а варианта прохождения всего 2. Первый вариант Марк плюс Роксана и 2 временных крафтера. Второй вариант Мужик с большим молотком и женщина с арбалетом и временно Хероним и Исмаил. Охуенная вариативность прохождения. Если вы играете партии из 4-х человек, тогда на старте можно взять 9 харизмы и добрать щитовика Ингвара. Или вообще взять 10 харизмы и в конце игры взять вместо кого-то демона. Если вы играете с 8 харизмы, Марк, Роксана, временно Хероним, а потом до конца Алхимик, которому сначала качаете Алхимию, а потом Лук. Вариативности никакой. Если вы, например, не хотите брать в партию из 3-х человек Марка, делаете мейна копейщиком, чтобы взять Роксану и Исмаила. У вас ничего не получится, начало очень сложное и без Марка будет тяжело дойти до Кузнеца. За это время он съест кучу Экспы и с учетом потраченных очков навыков на его прокачку жалко убирать из отряда. Еще один момент. В начале игры у вас будет выбор, идти на Муравьиную матку, а потом убить Барку или сразу убить Барку. С матами, криками и перезагрузками вы должны сначала убить Барку, а потом подняться на лифте и с матами, криками и перезагрузками убить еще один стак. Потому что после этого стака вы сможете взять Кузнеца и уже с ним пойти на Матку Муравьев. Во-первых, вам нужно как можно раньше начать его кормить по Экспе, а во-вторых убивать Муравьев втроем легче, чем вдвоем. И еще кажется, что партии из четырех человек играть легче, чем тремя героями. Но это не так, партия из трех человек быстрее прокачивается, плюс вам достаточно шести харизмы. А для четырех человек придется взять харизму хотя бы девять, а если хотите ачивку полная колода, тогда десять харизмы. Вы, конечно, можете попытаться играть не так, как я сказал, не качать алхимию и крафт, набрать партию из инвалидов, но потом не плачьте, что у вас что-то не получается и что жидорептилоиды подкручивают вам рандом. Оружие то же самое, что и в Age of Decadence. Копье имбая не контрится, на втором месте кинжал, а потом все остальное. В Dungeon Reds, в отличие от эпохи упадка, можно попытаться играть через рейнджовое оружие. У вас на старте уже есть нормальный танк, но копье все равно надежнее. Что у нас по оружию у напарников? Копье есть у инвалида Силоса, но у него нет ни одного защитного навыка и вообще пошел он нахуй. Второй копейщик Робот, который не лечится и вообще пошел он на железный хуй. Щитовики. Инвалид Квинт, 35 хитпоинтов, кузнец, которому вы будете качать только ремесло и ингвар, для которого нужна девятка харизмы и появляется он в середине игры, слишком поздно. По поводу щита. Разработчики изначально задумали, если вы играете через уклонение, значит должны носить кожанку. Если играете через щит, значит должны носить тяжелые доспехи и башенный щит. Как люди играют? В Age of Decadence большинство играет через уклонение и тяжелые доспехи. Dungeon Reds большинство играет через уклонение и кожанку или через блок, кожанку и большой щит. Но не через тяжелые доспехи. Люди играют как хотят, но не так, как задумали разработчики. Почему в крысах не хотят играть через тяжелые доспехи? Ёбнутый баланс. Вам все в игре дают по конвейеру. Вы начинаете в майке, потом находите доспех плюс один брони, потом плюс два, потом плюс три и так далее. Вы не можете как в Age of Decadence сразу купить у кузнеца чертежи брони, скрафтить имперскую броню или пластинчатую ордынскую и пойти пиздить бомжей. В крысах вы найдете первую имперскую броню в середине игры перед боем с ингваром, а пластинчатую ордынскую вы снимете с трупа охранника императора в самом конце игры. И получается, что когда у вас появляется имперская броня, у врагов очень много точности. Имперская броня понизит вам защиту на 30 единиц и вас будут в имперской броне плюс щиту пизжевать намного быстрее, чем в кожанке плюс щит. Под кожанками я имею ввиду не только усиленную кожаную броню, но и хитиновые доспехи, потому что у них очень низкие штрафы. В последнем патче апнули блок, типа чтобы компенсировать штраф брони, но вопрос зачем мне надевать тяжелый доспех, если можно остаться в кожанке и получить дополнительную защиту, которую добавили в патче. По поводу абсолютной конвейерности игры. Разработчик настолько параноик, что сидит даже на измене в отношении себя. И в игре он перестраховался дважды в отношении крафта. Чтобы крафтить железные вещи, вам нужно пройти по сюжету и найти железную кузницу, потом для крафта стали нужно еще продвинуться по сюжету и найти стальную кузницу и так далее. Голубая сталь и звездный металл. Но металл вам тоже идет по конвейеру. Сначала вы будете находить только бронзовые вещи, потом железные, потом стальные и так далее. Вы не сможете скрафтить стальную вещь без стальной кузницы и не сможете скрафтить стальную вещь без стали. То есть, достаточно одного ограничения, но разработчик на всякий случай сделал два. Может, засчитал читеров. И ещё, чтобы крафтить вещи из стали, вам нужно прокачать кузнечное дело до шести, а для голубой стали восемь и для звёздного металла десять. То есть, вообще три ограничения. Что за нахуй? Не, кабаре, конечно, красивое, но я пришёл сюда, чтобы обзор РПГ посмотреть, а не женские ляжки. Я осознал свою ошибку. Человеку не нравится кан-кан. Продолжение следует... В последнем патче 2016 года апнули оружие. Молоток больше проламывает броню, меч наносит больше урона кровотечением, а у лука больше шанс на пассивку. Но все всё равно продолжают играть через копьё и кинжал. То есть, они апнули оружие не для игрока, а наоборот апнули оружие врагов против игрока. И теперь у вас чаще будут сломаны ноги, кровотечения и разрушенные доспехи. Я заметил, что есть люди, которые прошли игру несколько раз и всё равно не понимают некоторые игровые механики. Защита щитом. Всё понятно. Если сработал щит, к вычету урона доспеха добавляется вычет урона щита. Но совсем другое дело пассивный эффект щита. Многие думают, что он работает как пассивка оружия, то есть есть отдельный шанс в процентах блокировать атаку. И если вы прокачали блок до 10, шанс абсолютного блока 70%, и значит вы имеете шанс заблокировать любую атаку с шансом 70%. А хуй там. Умелый блок. Вы полностью блокируете атаку, избежав всех эффектов и урона. Шанс этого основан на пассивном эффекте щита в зависимости от шанса попасть атаки. Формула. Пассивный эффект плюс 50 минус шанс попасть. Что это значит? Если у вас блок 10 и пассивный эффект 70 плюс 50 суммарно 120, а у врага точность тоже 120, вы можете идти нахуй вместе со своим щитом. Когда вы прокачаете щит до 10, у врагов будет много точности за сотню, и от пассивного эффекта плюс 50 останется меньше 20%. То есть во второй половине игры уклонение работает почти так же, как и блок. Разница только в том, что базовый шанс блока выше уклонения, и щит лучше работает против стрелков. Также если щитовик-блокировщик стоит на линии стрельбы между врагами и союзниками, он будет щитом блокировать стрелы. А по поводу защиты от критов, у воротчик тоже может взять в руки щит против критовика и получить такую же защиту от критов, как щитовик, если на них одеты одинаковые доспехи и одинаковые характеристики. Еще многие забывают об эффекте синергии оружия. Когда вы качаете оружие, так же по чуть-чуть качается остальное оружие в данной группе. Например, вы прокачали до десятки топор и больше не можете увеличить точность. Но вы можете прокачать молоток до четверки и получить еще 9 точности для топора. Или подкачать кинжал, чтобы добавить точности мечу, или подкачать метательное оружие, чтобы увеличить точность арбалетов. Например, у Роксаны уже есть плюс 15 точности для арбалетов из-за того, что прокачано метательное оружие. Сила при 4 уменьшает урон на 20, при 10 увеличивает на 40. На самом деле сила увеличивает урон намного больше. Это происходит из-за вычета урона. Кто играл в первые пиларсы, с этим уже сталкивались. Например, у вас 6 силы и урон оружия 10, у врага 9 брони, урон 1. Сила 10, урон становится 14 и при броне 9 вы наносите 5 урона. Это не 40%, а 500. Сила дает бонус точности молоткам и топорам. Также сила увеличивает или уменьшает шанс критического удара оружия по рукам, ногам, голове и нокдаун. Это касается не только молотков, топоров, а вообще всего милишного оружия, в том числе и кинжала. Также сила в последнем патче увеличивает шанс блока. Ловкость дает очки действия и увеличивает точность огильного оружия, меч, копье и кинжал. Телосложение. Дополнительные хитпоинты, 5 очков за каждую единицу телосложения. Увеличивает шанс блока и у ворота. Увеличивает защиту от критов, плюс 10 за каждую единицу телосложения. И увеличивает или уменьшает защиту от яда. Восприятие. Бонус или штраф к точности. Бонус точности для дистанционного оружия. Шанс крита при точных атаках для дистанционного оружия, по рукам, ногам и артериальный удар. Также увеличивает шанс крита для милишных атак в торс и артерию. И увеличивает шанс крита при вихревом ударе. Очень важная характеристика для кинжальщика. Интеллект. Дает дополнительные очки опыта за каждый бой. 4, 0, 5, 1 очко, 6, 7 ничего не меняется. 8, 2 очка, 9, 3, 10, 4. 4, стоимость первого, третьего и четвертого очка опыта 1 интеллекта, а второго 3. То есть брать 8 интеллекта это идиотизм. Даже 9 тупо. Или 4, или 5, или 10. Все остальное проделки сатаны. Харизма. 2 очка режим одиночки плюс 2 халявных очка характеристик. 3, не может быть. 4, 1 напарник. 5, ничего не меняется. 6, 2 напарника и вы можете предложить Ордомиру уйти из боя. 7, во время последней битвы вы можете поговорить с Сентурионом и вас арестуют. 8, 4 напарника, можно взять Ордомира. 9, можно взять Ингвара. И в разговоре с Сентурионом выбрать, чтобы вас сопроводили в город. 10, вы можете взять демона в отряд. Интересная статистика ачивок. 1,6% игроков прошли игру в режиме Iron Man в одиночку на максимальной сложности. Меня терзают смутные сомнения, что часть из них читерастые. Под счетами я также имею ввиду прохождение Iron Man с диспетчером задач. Возможно они все с 10 попытки успели пройти до последнего патча с изменением экспы. Хотелось бы мне посмотреть на стриме, как разработчик пройдет игру в одиночку на максимальной сложности в режиме Iron Man с первой попытки. Мое недоверие связано с тем, что нет билда, который 100% пройдет игру с первой попытки в режиме Iron Man. Потому что на длинной дистанции вероятность хуевых рандомов возрастает. И нужно несколько раз пытаться пройти игру в режиме Железный Человек. Тактики в крысах намного больше, чем в Age of Decadence. Потому что в эпохе упадка вы несколько раз получали пизды, I'll be back и шли фармить. А в Dungeon Reds вам идти некуда и приходится мудрить, как пройти бой. Во-первых, у вас есть стадия расстановки. Вы можете поменять всю экипировку, кроме доспеха, перезарядить арбалет и нанести яд, применить точильный камень. Можете стать как можно ближе к врагам или наоборот подальше от лучника. Также на стадии расстановки можно бесплатно использовать стимуляторы, грибочки, противоядие, не тратя очков действия. Во время боя нужно думать больше о позиционке, забежать в ебеня, чтобы вас мог бить только один враг или два, или наоборот забежать в толпу, чтобы вихрем сразу перетравить максимум врагов. Стать так, чтобы вражеский лучник стрелял в спину своим тиммейтам, или взять в руки щит и закрывать своих тиммейтов от вражеских лучников. Алхимия и расходники типа сетей в эпохе упадка воспринимались как узаконенный чит. В крысах это абсолютная норма. Например, вам нужно на первом ходу убить вражеского алхимика, а даже 12 очков действия не хватает, и поэтому нужно применять нейростимулятор. И, конечно же, рандомы. Они не только работают против вас, но и против врагов. Например, вы в начале боя использовали грибочки, у вас увеличился урон, но упала точность, и шанс попадания по алхимику стал 30%. Но поскольку это начало боя, вы можете загружаться несколько раз, пока все атаки не попадут даже с низким шансом попадания. Или, если во время боя вы нахватали слишком много урона, из-за очень плохих рандомов можно загрузиться, чтобы пройти бой лучше. В игре 4 концовки, и это хуйня, потому что за время прохождения вы никак не влияете на эти концовки, а выбираете их в конце игры. За одно прохождение можно пройти на несколько концовок. Самая простая, чужак в чужом краю. После боя с императором слева от входа будет двухэтажный дом, который очень легко пропустить. Нужно убить охрану и согласиться телепортироваться. В этом варианте вам не придется воевать с армией. Две концовки зависят от вашего обаяния. Во время последней битвы у вас будет вариант поговорить с Центурионом и пройти проверку харизмы. 7 или 9. И последняя концовка, вы должны перебить всю армию и получите концовку неудержимой. Редактор субтитров А.Семкин